Небанальная кухня Павлова Знаете, в жизни у меня были Оли, Маши, Тани, были даже Жанны. И знаете, что объединяло всех моих подруг? Да, они любили баклажаны. Также любили баклажаны, как и я. Собственно говоря, люблю этот интересный, очень вкусный овощ, из которого я вам сегодня приготовлю очень интересное, небанальное блюдо. Я приготовлю сегодня котлеты из баклажан в картофельной панировке. Это будет очень интересно, просто, ну и, конечно же, небанально. Так что не переключайтесь и давайте готовить вместе. Итак, что мне нужно? Что мне нужно, скажем, дружно? Конечно, надо сначала почистить овощи. Овощи почистить, картофель, лук, конечно же, баклажан. Какие котлеты без лука, а? А сегодня какие котлеты у меня без баклажан? Конечно, сегодня баклажан главный герой на кухне, поэтому я уделю ему максимально времени. Итак, ну что, пока я чищу овощи, расскажу вам, наверное, про баклажан. Очень интересный овощ, друзья мои, очень интересный овощ. Он появился еще более 4 тысяч лет назад. И по некоторым данным он появился, одни говорят, что в Китае, пошел к нам из Китая, да? Да? Другие говорят, что с берегов Индии. Ну, а к нам баклажаны пришли с территории Кавказа. Дальше что я делаю? Картофель. Почищу картофель. Вот так вот. Название баклажан, знаете, откуда пошло? Оно пошло от турецкого слова пытлыджан. Очень похожие слоги, поэтому у нас в России называют его просто баклажан. Во всех англоязычных странах в названии этого овоща присутствует слово яйцо, поэтому, видите, он, ну, действительно, я не знаю, как он похож на яйцо в данный момент, но вот в начале своего роста он кругленький, начинает вытягиваться, вытягиваться, вытягиваться. Поэтому вот это вот яйцо баклажанное сегодня я вам приготовлю. Значит так, дальше что у меня? Картофель я почистил, лук у меня готов, и теперь настало время самого баклажана. Баклажан тоже я почищу, потому что, что я могу сказать, да, шкурка у баклажан, конечно же, в принципе, ее можно есть. И люди, которые любят баклажаны, они считают, что в шкурке, как говорится, вся соль этого овоща. Но все дело в том, что шкурка от баклажан, она не переваривается организмом. Если вас это не страшит, можете потреблять в пищу. Ну и, конечно же, в шкурке содержится, будем так говорить, большинство вещества солонина, который дает горечь вот этому интересному овощу. Поэтому, в принципе, как можно оставлять шкурку, так можно ее и чистить. Поэтому, ну, у меня, в принципе, плод достаточно такой молодой. Шкурка у нее тоненькая. Но все-таки я хочу, чтобы у меня такие были нежненькие котлетки. Поэтому я вот так вот аккуратненько все это дело счищаю. Ну, а вы можете этого, если вам лень, вы можете этого не делать. Так. Так, так, так. Ну что ж. Я думаю, мне этого хватит. Итак, у меня что получается? Лук. Баклажан. Также я возьму немного чеснока. И возьму немного зелени. Конечно же, да, как любые котлеты, нужно сделать вкусный фарш. А сегодня будет вкусный фарш у меня из баклажан. Я могу сказать, что по питательности этот овощ практически ничем не уступает мясу. Он очень сытный. И если вы употребляете баклажаны в пищу, то вам очень долго после этого не захочется есть. Он очень питательный, очень сытный. Поэтому вот эти котлеты, они, мне кажется, достойное место займут у вас на кухне. Если у вас есть запасы баклажан, может вы дома выращиваете их на огороде у себя, или просто закупились. Вот я вам предлагаю интересный рецепт, что же можно с ними сделать. Включаю мясорубку и аккуратненько пропускаю баклажаны через мясорубку. Всегда вот пальцами никогда не проталкивайте, всегда пользуйтесь такими штуками. Мало ли, вот зацепится у вас палец, и будет уже не вегетарианская такая еда, а с мясом, понимаете? Поэтому с этим делом аккуратней. Ну что ж, первая часть закончена. Баклажаны я пропустил через мясорубку. Теперь смотрите, что я сделаю. Теперь мне нужно будет сделать следующее. Я возьму фарш, который у меня получился, и его отожму. Вот так, смотрите. Потому что баклажаны очень сочные, я вам могу сказать, да? И вообще, когда вы готовите баклажаны, вы рассчитываете их количество, потому что они очень сильно теряют влагу свою. Очень сильно уменьшаются в размерах. И поэтому, если вы хотите действительно не промахнуться с количеством, берите немножко больше баклажан, чем вам кажется. Потому что, видите, смотрите, вот что получается. Получается то, что ничего не остается практически. Одна вода. Очень много воды содержится в баклажанах, очень много сока. Поэтому можете, конечно, да, чтобы не выбрасывать, можете сделать себе масочку для лица. И теперь, конечно же, да, я добавлю... Это я уберу тогда. Я добавлю немного лука репчатого. Тут я его нарубил, конечно, приличное количество. Зеленушечку возьму сразу добавлю сюда. И чеснок. Люблю чеснок. Люблю лук. Ну и котлеты вообще все любят чеснок. И все котлеты любят лук. Поэтому не бойтесь положить эти овощи даже в баклажанные котлеты. Ничего страшного. Вот, смотрите, что получается у меня. Итак, ну что ж, друзья мои, вы, наверное, привыкли, да, к тому, что баклажаны... Баклажаны, что чаще всего делают с баклажаном? Баклажаны тушат. Баклажаны тушат, баклажаны запекают, конечно же. Но котлеты мы все с вами, да, любим в России, любим котлеты. Вот такие хорошие котлетки. А почему бы не приготовить котлеты из баклажана? Тем более, если котлеты эти будут обернуты еще в картофельную панировочку. Мне кажется, это будет очень здорово. Два в одном, как говорится, да. И основное блюдо, и гарнир. Итак, все, все здесь. Теперь соль, перец, перчик тоже добавлю, яйцо куриное для связочки и буквально чуть-чуть муки. Так, вот, смотрите, получается вот такая вот масса из баклажан. Баклажаны очень хорошо сочетаются с овощами, со всеми, практически с овощами. Баклажаны очень хорошо сочетаются со специями. Смотрите, вот он мой. Получается такой фарш, темный фарш из баклажан. Кстати, что самое интересное, да, все, наверное, привыкли в магазинах, когда идут покупать овощи, да, себе, в частности, вот, баклажаны. Привыкли, наверное, что баклажан имеет такой темно... От темно-синего, наверное, ближе к черному цвету. На самом деле баклажан бывает белого цвета. Он бывает желтого цвета, красного цвета, зеленого. Он бывает даже полосатый. Есть даже белые баклажаны, вы представляете? Сортов очень много, но у нас в России вот этот вот полюбившийся всем нам темный баклажан. Кстати, он считается одним из самых лучших баклажанов, самый вкусный. Поэтому, друзья мои, можно, в принципе, не искать другие сорта баклажан, потому что вот это стопроцентный вариант для того, чтобы приготовить вкусную еду. Что дальше? Дальше пришло время картофеля. Что я сделаю с картофелем? Картофель, что я с тобой сделаю? Натрешь меня-то, наверное, да? Я картофель натру. Возьму терочку. И на крупной терке я вот так вот натираю картофель. Посмотрите, хороший картофель, крупный. Лучше для этого блюда брать, конечно, крупный картофель для того, чтобы, когда вы натирали его на терке, у вас такие были, знаете, продолговатые лепестки. Такая лапша получалась картофельная для того, чтобы она лучше обволакивала вот эту баклажанную пюрешку. Вот так вот я ее назову. Чтобы было уже не только вкусно, но и, конечно же, эстетически приятно и красиво. Так, картофель я натер. Все. Картофель, конечно же, тоже надо немножко отжать, потому что в картофель тоже достаточно много воды. Все. Вот, смотрите, да? Получается вот такая вот у меня рассыпчатая масса. Хватит мне здесь картофеля. Теперь в картофель я добавлю второе яйцо для связочки. Перец. Перец добавляю. Так. Рецепт достаточно простой. Все достаточно просто. Солька, перка. Ну и возьму немного зелени. Все более сегодня такой удачный укроп у меня растет. Видите, какой молоденький, хороший. Грех не воспользоваться таким укропом. Укропом. Смотрите, укропчик. Смотрите. Оп. Все, здорово. Ну что ж, у меня практически все готово. И теперь я могу приступать, наверное, к самому важному. Можно приступать к обжарке. К обжарке моих баклажанных котлет в картофеле. Или, я не знаю, там, в картофельной шубе. Как лучше назвать? Картофель в картофельной шубе, в картофельной панировке. Пока, смотрите, у меня нагревается сковорода. Я замешаю, замешаю картофель с яйцом. Ну, вы, наверное, понимаете, да, почему я добавил яйцо в картофель. Потому что яйцо завяжет картофель между собой, чтобы он был более однородной консистенции. Все, здорово. Потом эти котлеты можно, в принципе, довезти в духовке. Буквально поставить на 8, наверное, в духовочку их. Потому что все-таки весь жар на себя возьмет картофель, а баклажаны внутри могут быть сырые. Поэтому лучше, наверное, сделать, да, именно так. Сначала обжарить на сковороде, чтобы была красивая корочка, а потом уже непосредственно довезти в духовке. Итак, что я делаю? Я беру картофель, вот так накладываю его на руку. И внутрь я кладу вот такую баклажанную массу. Деньги в кассу, а на руку кладу баклажанную массу. И сверху я кладу, опять же, немного картофеля, для того, чтобы мне просто закрыть вот эту вот начинку. Смешную мою, вкусную. То есть получается такая, знаете, котлета-сюрприз. То есть можно издалека, наверное, подумать, что это картофельный драник. Кстати, можно назвать это картофельный драник с баклажанами. Тоже будет отлично. Масло уже у меня нагрелось. Так. Здорово. Теперь, собственно говоря, вторая котлета пошла. Можете брать поменьше картофеля, побольше баклажановой массы. Все-таки здесь основа, конечно же, это баклажаны. И без баклажан бы здесь уже не состоялось бы ничего. Поэтому я кладу вот так вот баклажаны, прикрываю их немного картофелем. Кстати, я могу сказать, что если даже вы делаете мясные котлеты, вы можете с легкостью туда добавить также внутрь вот именно вот такой фарш из баклажан. Потому что баклажаны, они очень хорошо сочетаются с мясом. Котлетка вторая вот у меня. Ну и думаю, что сделаю я третью котлету. У меня буквально есть еще минута для того, чтобы перевернуть мои картофельные, баклажанные котлеты. Иначе просто они сгорят. Первые уже начинают подрумяниваться, я вижу. Поэтому, друзья мои, не надо медлить. Все делаем быстро. Не смотрел? Не успел? Не запомнил? Иди на сайт! ТВД по штуру! Небанальная кухня Павлова! Для тех, кто только что присоединился к программе, сегодня программа посвящена не картофелю, если вы могли посмотреть. Нет. Сегодня программа посвящена баклажанам. Баклажаны я спрятал просто, очень удачно спрятал под слой картофеля. И тем самым я даже не буду делать гарнир, потому что он мне не нужен. Здесь у меня есть все. И картофель в качестве гарнира. И, собственно говоря, герой сегодняшней программы это баклажан. Сейчас уже третья будет подрумяниваться. И пока, собственно говоря, они доходят, я, наверное, что возьму? Протвень. Застелю его пергаментом. И, как я вам обещал, я поставлю котлеты в духовку буквально минут на 8. Так. Что у нас последней здесь с котлетой? С последней котлеты вообще все хорошо, она уже тоже хочет перевернуться. Поэтому, оп! Здорово. Что здесь? Здесь котлеты у меня уже очень хорошо поджарились. Какие же котлеты без хорошей, хрустящей корочки. Посмотрите, какие красавцы получились, а? Ммм? Отлично просто. Сразу, сразу, сразу хочется их съесть. И теперь котлеты у меня отправляются... О, какой жареный! И теперь котлеты отправляются в духовку. И знаете, что я подумал? Я подумал, что пока котлеты будут стоять в духовке, 8 минут где-то, да? Я, наверное, приготовлю соус даже вам еще. Потому что гарнир мне не нужен. Но, например, вкусный соус... А почему нет? Тем более, у меня еще лежат два прекрасных баклажанчика. Я думаю, что сейчас я приготовлю соус. Итак, чуть-чуть масла. И ставлю баклажаны на 8 минут. Поставлю баклажаны. Вот у меня еще здесь помидоры черри. Я думаю, что я прямо с помидорами черри их и запеку. Так, котлеты, баклажаны, баклажаны, котлеты. Котлетно-баклажанная масса. Или баклажаны котлетные, как вам угодно. Смотрите, вот они. Отправляются у меня в духовку. О, духовка уже у меня раскалена. Это 180 градусов, друзья. 180 градусов, там 180, 190, 200. 8 минут. Ну, максимум 10. Максимум 10, если вы не уверены. И все, и баклажаны, котлеты из баклажан в картофельной панировке у вас будут готовы. Ну, а теперь быстрый скоростной соус. Итак, смотрите, значит, в духовке стоят котлетки. И теперь что мне нужно? Я возьму быстренько. Быстренько возьму баклажанчик. Оп! Раз! Два! Камера успевает за мной, нет? Хочу, хочу. Теперь. Лук. Терка. Теперь смотрите, что я делаю. Беру лук, быстро нарезаю его хаотично, буквально там, как угодно, потому что вы понимаете, да? У меня же всегда на кухне внизу есть друг мой блендер, который быстро мне поможет приготовить любой соус. Опять же возьму чеснок. Видите, да? Беру, в принципе, тот же набор продуктов, только готовлю из него разные вещи. Баклажан сегодня у меня в качестве котлеты. Баклажан сегодня у меня в качестве соуса. И, конечно, баклажан у меня сегодня в качестве очень вкусного и небанального блюда. Теперь смотрите, что я беру. Я не буду даже его чистить. Я возьму быстренько вот так его, натру на терке. На терке у меня не трется он, поэтому терку я уберу. И возьму, просто нарежу его ножом. Вот так. Если не трется на терке, можно нарезать ножом. Итак, оп-оп-оп. Чем мельче вы нарежете продукт для соуса, тем быстрее у вас соус получится. Это я вам говорю сразу. Поэтому, смотрите, быстро в бешеном таком ритме я все это дело нарезаю. Кстати, по поводу бешенства я могу сказать интересную историю. То, что древние римляне называли баклажан, баклажан называли бешеным яблоком. Они считали, что если потреблять этот овощ в пищу, то человек становится неуправляемым и бешеным. И, между прочим, вот эта вот такая нелепая, я бы сказал, даже история, она замедлила развитие баклажана в Европе. Потому что люди реально верили в это, что баклажан приведет реально человека в сумасшествие. И поэтому люди очень недоверчиво сначала к нему относились. Но, видите, да, я вроде на психа не похож. Я думаю, что вы тоже. Когда приготовите такое блюдо, с вами будет все нормально. Поэтому, смотрите, вот у меня горячая сковорода. Я туда кидаю быстренько баклажан вместе с луком и чесноком. Очень надо мне так быстро жестко обжарить на большой температуре. Потому что потом я это все дело буду немножко тушить. Я их сейчас не солю, потому что если я их посолю, будет выходить влага. И они будут у меня тушиться. Я хочу, чтобы они у меня немножко поджарились. После этого я их посолю и, собственно говоря, залью. Вот у меня здесь есть сливки. После этого я залью их сливочками, чтобы они уже в этих сливках потушились. И буквально к тому времени, когда будут готовить котлеты, мне останется только проблендерить вот это вот бешеное яблоко. И, собственно говоря, все. Будет все готово. Баклажаны поджариваются. Лук уже тоже поджарился, поэтому... Теперь я что делаю? Теперь я добавляю соль, перец. Посолю. Поперчу. Я солю, я перчу, потому что так хочу. Немного воды. Вот так вот. Немножко воды совершенно. И немного сливок. Все. Возьму также зелень, опять же. Куда же без нее. И порежу я в соус. Еще и зелень. Опять же, да, напомню вам про специи. Если у вас есть специи интересные, какие-то вкусные, можете добавить вообще сразу сюда специи. Баклажаны протушились в сливках. Добавляю зелень. Тут у меня затерялась паприка, кстати, красная, не острая, поэтому я добавлю красные паприки для того, чтобы соус был пикаунтный. И, собственно говоря, чтобы у него был просто приятный цвет. И все. Теперь, что я делаю? Теперь я беру стаканчик. И в этот стаканчик я вот эту вот баклажановую массу. А, запах чеснока, баклажан. Ням-ням-ням. Баклажаны с чесноком, это просто песня. И добавляю вот прямо сюда стакан для блендера. Соус можете делать из всего, чего хотите. Соус стерпит все. Поэтому, хотите баклажановый соус? Вот вам баклажановый соус. Хотите соус из помидор? Пожалуйста. Любой каприз за ваши деньги, друзья. Итак. Все, здорово. Единственное, что я добавлю немножко оливкового масла. Для того, чтобы соус был более такой маслянистый, эластичный. Немного оливкового масла. Все. И теперь настала самая приятная часть сегодняшнего... Опа! Сегодняшнего процесса. Это, конечно же, украшение, сервировка, отдача. Называть как хотите. Котлеты уже готовы. Соус. Отлично. Готов. И теперь что? Теперь я начинаю все это дело выкладывать. Возьму такую тарелку. Белую, красивую. Большую. Потому что котлеты большие. Их целых три штуки будет. Забираю котлеты. Котлеты уже подрумянились прям. Смотрите, какие красавцы получились. Две я думаю, что две я вам положу на тарелочку. А одну котлетку я, наверное, попробую для верности. Вот котлета номер раз. Посмотрите, вот вторая котлета. Вот она. Так, теперь, ну, для верности, я быстренько попробую котлетку. Вот он, баклажан внутри. Так, он же должен быть готов. Да, отлично. Все получилось. Баклажаны внутри пропеклись. И очень хорошо, что я приготовил соус. Потому что они получились чуть-чуть суховатые. Не то, что прям сухие прям, но чуть-чуть суховатые. Но с соусом, который из баклажана я приготовил, это будет самое то. Хотя, по большому счету, вы увидели, да, что я запек еще помидоры. И томаты запеченные, они, когда их начинаешь есть, они дают такую консистенцию, как соуса, да, как такого лечо. Поэтому, по большому счету, можно использовать даже вот такие вот запеченные томатики. Выкладываю соус. Смотрите. Теперь вот так вот я его, оп, аккуратненько размажу. Смотрите, как получается здорово, да, запеченные томаты. Ничего вкуснее нет баклажановых котлет. Вот такие стихии у меня рождаются. И, конечно же, немного зелени. Пару капель масла. Прям, знаете, вот какой-то вот хочется такого праздника, прям настроения ресторанного. Большая тарелка красивая, вкусное блюдо. Котлеты, опять же, да, можно подать вот в таком интересном ракурсе. И немножко паприки. Все, друзья, буду сытый я всегда, ведь мне не нужны диеты, потому что ем на обед я баклажанные котлеты. Да, друзья, баклажан в форме котлеты. Очень интересно, вкусно и, конечно же, как всегда, не банально. Пробуйте, готовьте, и у вас все обязательно, обязательно получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok